Вот спецы. Ничего, так каждый сможет. Ну, со временем. Зима в разгаре, снега полно, а значит, пора его покорять. Встаем на лыжи. Руководство для новичков. Погнали. Лыжи берем не самые красивые, а определенного типа. Этот тип зависит от вашего желания освоить одну из двух техник – конек или классика. Если классика, то выбираем лыжи с более округлыми носами. Если конек, то практически прямые. А если вы замахнулись на оба стиля, то ваш выбор комбинированный, особо жесткий. Лучше посмотреть в сторону более качественного, хорошего инвентаря. И, собственно, они уже непосредственно… Там есть сердечник такой, как сотый, он проминается, хорошо пружинит. И это пластиковые лыжи, карбоновые. Так и ботинки есть для классического стиля. Они вот без верхнего такой скобы. Просто подошва мягкая, чтобы можно было оттолкнуться, собственно. И вот здесь вот так вот глиносток закрывает, и все. Это самый простой этап. Для конькового хода рукояти лыжных палок должны быть на уровне ушей. Для классики – на уровне плеча. И никакого алюминия. Он гнется. Только композит. Инвентарь готов. Пора на лыжню. Чуть-чуть нужно вес тела от голенослопа, видите, подать вперед. То есть у меня не прямые ножки, у меня чуть-чуть всегда согнуть. Упражнение для координации и равновесия. Приставной шаг с палками и без помогает увереннее чувствовать себя на лыжах. Затем чуть сложнее. Круговой приставной шаг. Получилось? Можно двигаться дальше. Самая интересная практика. Среди спортсменов бытует мнение, что неважно, с чего начинать. Испытал на собственном опыте. Классический ход более удобен. В нем практически не задействованы ноги. Активно работают руки и большой акцент на равновесии. Отличный выбор для людей с развитой мускулатурой плечевого пояса и спины. Коньковый ход подходит для тех, кто хочет сделать упор на ноги и требует более слаженной координации движений. Как новичку научиться ходить коньком? Самый эффектный, наверное, способ передвижения на лыжах. Как раз-таки самое простое упражнение – это полуконек. Круто, если у вас есть под боком лыжня классическая, как основа. То есть вот колено сгибается вперед и задавливает стопу. Видите, катится. Отталкиваемся. Стоем, стоим, подседаем, толкаемся. Сначала выполняем упражнение на левую ногу, потом на правую, и можно переходить на полноценный бег. Важно! Эти несколько упражнений нельзя использовать за одну тренировку. Новичку следует выбрать свой стиль и разучить сперва его. Ограничений по возрасту нет. Спортсмену может быть от 5 до 85 лет. В лыжном спорте также важно хорошо слушать. Здесь есть тоже свои правила движения. Сигнал всего один. Звучит он так. Хоп! Означает – уступи дорогу. Поначалу, конечно, придется уступать, но через пару-тройку тренировок вы и сами гордо сможете крикнуть «Хоп!» и на обгон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова